Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня мы с вами поговорим о покупках из фикс-прайса. Но формат будет не совсем привычный. Вы обычно знаете, что я покупаю, мы с вами разбираем большой пакет. А тут у нас будет сборная солянка, потому что все эти товары из фикс-прайса были куплены не в один день, не за один заход, а, например, по какому-нибудь товару за заход, и они в основные видео не попадали. Но я все-таки решила собрать все в кучку, вам рассказать, потому что есть кое-что из новинок, кое-что интересное, кое-что вообще бестолковое, и об этом я тоже должна вам сказать. Поэтому давайте приступать к разбору. Все вам расскажу, потому что уже кое-что успела опробовать. Поехали! Ну, как всегда, в фикс-прайсе я покупаю обычные батарейки, конечно, для каких-то мощных вещей, особенно для заводных там этих электрических игрушек, они не подойдут, потому что батарейки слабенькие, но я беру их для гирлянд, светодиодных светильников, которые я включаю очень редко. И в этот раз я взяла батареечки для того, чтобы их заменить в светодиодных свечах. Те самые искусственные свечи, которые я покупала в прошлом году, перед Новым годом. И кажется, в каком-то из трех магазинов нашего города они еще до сих пор есть продажи, если мне не изменяет память, даже в магазине по улице Ленина. Мне эти свечи нравятся, потому что вот именно в зимнее холодное время, вот когда их включаешь, и у них вот это легкое мерцание огонька, они выглядят как настоящие свечи и создают уют. До сих пор не пожалела. Да, потратилась. Тогда они стоили 199 рублей. Но все равно остаюсь довольна своей покупкой. Значит, все сделала правильно. Дальше следующее, что было мной куплено. Это новые печеньки. Это печеньки мини-хлебцы, которые посыпаны были кунжутом. Почему я взяла ту упаковочку, вообще не планировала брать. Но потому что в одном из обзоров, когда я показывала эту вкусняшку, эту новинку, я не удержала в руках пачку и с высоты уронила на пол. Я посчитала, что возможно там печеньки поломаются, и это будет некрасиво с моей стороны. Поэтому я взяла, ну и заодно попробовать. Внутри печеньки, в принципе, оказались вполне целыми. Они действительно хрустящие, посыпаны кунжутом. Тут много таких печенек. Это, знаете, мини-тоненькие хлебцы. Единственное, что мне не понравилось, что они сладкие. Слишком много сахара посыпано сверху. Я бы хотела, чтобы они были более такого классического вкуса, когда можно, например, помазать еще каким-нибудь плавленым сыром, сделать мини-бутербродик, мини-канапе. А тут получается это более такая сладкая печенька к чаю. Но на качество это не влияет. Они вполне хорошие, вполне приемлемые. Ну что, друзья, за окном становится холодно и приближаются новогодние праздники. И что же делают многие люди? Да, конечно же, смотрят свои любимые фильмы. И самая главная франшиза предновогоднего сезона – это, конечно же, Гарри Поттер. И для любителей Патриана я хочу рассказать о новой коллекции игрушек. Это капсульная коллекция, посвященная героям этого замечательного фильма, ну а также серии книг. Посмотрите, как все классно упаковано. Пластиковая коробочка с гербом одного из факультетов Хогвартса. Имеется три отделения, в которых спрятано 10 сюрпризиков. Поэтому давайте откроем и посмотрим, что же мне там попалось. В маленьких отделениях находится эмблема Хогвартса со всеми четырьмя факультетами. Но в другой части этого бокса находится книжка, которая проявляет карту при контакте с водой. А в самом большом отделении находятся остальные сюрпризики, инструкции, буклетики. И посмотрите, какие пакеты. Они прям очень классно стилизованы под волшебные письма. Ну и давайте потихоньку открывать и смотреть, что же там мне попалось. Начнем мы с вами открывать с самых маленьких пакетиков. И это у нас табличка. Табличка узника Аскабана. Следующее, что мне попалось, это волшебная палочка. Постер с фотографией Сириуса Блэка. И есть у меня подозрение, что Сириус мне и попадется. А еще буклет, в котором можно отмечать всех фигурок волшебников, которые попадутся. У нас есть 9 фигурок основных и также еще одна суперэксклюзивная. И посмотрите, маленькая фигурка, которая мне попалась. Насколько я понимаю, это либо Добби, либо просто домовой гном. Ну и конечно же, давайте открывать самый большой пакетик. Смотреть, что же там внутри. Кто же мне попался. Да, это Сириус Блэк. Вот такой наш волшебник. И сразу хочу сказать, что фигурка-то выполнена достаточно качественно и приятная на ощупь. Ну и конечно же. Также в этой коллекции можно приобрести еще мини-сувениры. Это топеры, насадки на карандаши, штампики печати. И все они в виде героев нашего любимого фильма. И тут можно собрать аж целых 24 персонажа. И это, конечно, полет. Полет для фантазии, полет для коллекционирования. В первом пакетике мне попалась фигурка Рона. И выглядит она довольно мило. Знаете, отдаленно чем-то напоминает уменьшенную копию фигурок Фанка. Ну прям совсем-совсем маленькую. И тоже в комплекте был буклетик. Во втором пакете у меня попался Гарри Поттер с волшебной палочкой. И это, конечно, классно. Потому что, ну как без Гарри Поттера. И, кстати, на карандаш его все налезает хорошо. И смотрится красиво. Так что деткам точно понравится. Ну и в третьем пакетике мне попался штампик. И штампик тоже с Гарри Поттером. При этом можно штампики и сами вот эти насадки на карандаши использовать в качестве декоративных фигурок. Они устойчиво стоят. И где-нибудь на книжных полках будут смотреться довольно атмосферно. Мне такие наборчики понравились. А заказать их очень просто. Они продаются на Валберес. Ссылочку, как всегда, оставлю внизу в описании. Переходите, смотрите. И присоединяйтесь к нашему новогоднему настроению. Давайте вместе пересматривать любимые фильмы с маленьким волшебником. Буквально недавно в обзоре я вам показывала новые кокосовые конфеты. Стоят они 55 рублей. Ну и, конечно же, мимо них я не смогла пройти. Я очень сильно люблю Рафаэла. Все кокосовые конфетки в светофоре в наборах ярче. Вот ассорти. Мне тоже там нравятся кокосовые конфеты. И взяла на пробу. В этом пакетике за 55 рублей было 15 конфеток, которые дополнительно упакованы в свои порционные пакетики. И они, знаете, продолговатые формы в виде палочки. Попробовала. И это действительно похоже на Рафаэла. То есть, это нежная такая вафельная трубочка, сверху посыпанная кокосовой крошкой. Ну а внутри находится практически точно такой же крем, как и в Рафаэла. По вкусу. Вот один в один. Единственное, что тут нет миндаля, как в оригинальных Рафаэла. Но я считаю, для этой цены вполне неплохо. Хотелось бы, чтобы в пакетике было побольше таких конфеток. Но и на том, ладно. Очень вкусные. Ничего плохого сказать не могу. Мне понравились. Следующее, что я взяла, это вот такие упаковочки бисквитиков в барне. Появились новые упаковки в новогоднем стиле. 8 штук в упаковке. У меня Соня любит. И это, в принципе, удобно. Удобные перекусы. И, несмотря на то, что состав, давайте говорить, не идеальный. Тут много консервантов для того, чтобы эти бисквитики дольше сохранялись. Но дети наши любят такие вкусняшки. Поэтому, да, когда не успеваешь какой-нибудь пирожок спечь Сони, какую-нибудь шарлотку или что-то вот такое домашнее, а ребенок хочет какую-нибудь выпечку, вот такие бисквитики выручают. Стоила эта коробка 99 рублей, если мне не изменяет память. В принципе, наверное, выгоднее все-таки покупать в светофоре. Там большие коробки, кстати, надо будет купить на запас, потому что вдруг разберут и больше не привезут. Но пока взяла в фикс-прайсе вот такую коробочку. Далее, что было куплено? Это две зубных пасты. Взяла зубную пасту от фирмы Splat. Но, мне кажется, я ее раньше покупала. Это паста с функцией отбеливания. И написано, что она подходит даже для отбеливания зубов. Убирает кофейный, налет от чая. Кажется, я ее брала, но я не помню, какие у меня были эмоции от этой пасты. Поэтому взяла ее еще раз. Почистила зубы. Да, нравится нормально. Неприятного аромата нет. Про отбеливание сказать ничего не могу. Но вот чувство очищенности зубов, чистых зубов. Я вот это, да, ощущаю. Ну, а Соня взяла на пробу пасту. Это производитель Сил Комета. Называется клубничный йогурт. Укрепляет эмаль и заботится о деснах. Натуральная основа. И написано, что не содержит в торте оксид титана, триклозан, хлоргексидин и агрессивные абразивы. В принципе, для детских молочных зубок это очень актуально. Приятный аромат, действительно. Пахнет клубничкой. Даже клубничным йогуртом. Соне зубки понравилось чистить. И, насколько я поняла, это у нас немецкая зубная паста. Или же она произведена по немецкой технологии. Надо будет повнимательнее изучить упаковочку. Следующее. Давайте мы с вами сразу поговорим про бытовые покупки. Да, давайте про бытовые покупки. А потом в самом конце я вам расскажу про ту вещь, от которой я осталась разочарована. Я купила вот этот кислородный пятновыводитель. Это корейский пятновыводитель за 99 рублей. Подходит для разных типов ткани. Можно его использовать и в ручной стирке, и при машинной стирке. Можно его добавлять при замачивании. Я же его использую в качестве дополнительного отбеливающего компонента при стирке. Добавляю к порошку и запускаю машинную стирку. Что хочу сказать. Вот сказать, что вау-эффект какой-то есть, я бы не сказала. Но при этом, вот я запускала отдельно, стирала детские мачки, то есть светлые вот эти вещички. Мне показалось, что даже те мачки, которые уже были такие застиранные, в которые ходим давно, они вот как-то посвежели. Вроде бы эффект есть. Поэтому я не знаю, буду ли я покупать еще этот пятновыводитель, но пока довольна. Возможно, и буду брать. Стоил он 99 рублей. И еще одна новинка из этой серии, буквально вот недавно показывала в обзорах. Это капсулы. Капсулы для стирки белья от производителя Luma. От него я уже покупала тоже жидкий. Нет, он не жидкий, он был порошкообразный пятновыводитель. Мы с вами его проверяли. Тоже, в принципе, ну так, в среднем, бюджетно было. И когда увидела вот эту упаковочку, тут 12 капсул и стоила она 149 рублей. В принципе, я считаю, это вполне приемлемая и адекватная цена. Это концентрированный стиральный гель для машин в водорастворимых капсулах. Было их представлено два варианта. Для цветного белья я взяла и отдельно для белого. И внутри находятся вот такие капсулы двойные синего цвета и розового. И, кстати, пахнут очень приятно. Тоже успела постирать белье, бросала при стирке постельного белья. В принципе, понравилось. Тоже нет какого-то супер кричащего эффекта, но вроде бы отстирывает хорошо. Да и приятный запах тоже у них есть. И я думаю, что это бюджетное соотношение для таких капсул, потому что сейчас капсулы везде стоят очень и очень дорого. Еще что я взяла, это новинка жироудалитель, жироочиститель. Вот такое новое очистящее средство. Вот эта бутылочка стоит 99 рублей, с красной этикеткой для поверхности кухни стоила 77 рублей. Я взяла именно вот это, потому что хочется протестировать на сковородках. Именно на сковородках уже, которые давно в использовании все-таки. Как ты не моешь сковородку, как ты не чистишь, все равно со временем там нагар образуется. И вот этот нагар я все-таки хочу попытаться убрать. Написано, что он эффективен против жира, нагара, загрязнений и подходит для многих поверхностей. Справляется за 5 минут, проверим. И подходит он для мытья и очищения электрогазовых плит, духовок, грилей, сковородок, сантехники, изделий из пластика. Что очень интересно. Керамики, стекла, пластмассы и металла. Так что, ну не знаю, на пластике я не хочу тестировать, потому что какие-то вот пластиковые вещи, даже баночки или же, например, на пластиковых поверхностях, там, духовок, не хочу рисковать. А вот именно для сковородок мы сейчас с вами протестируем. Ну что, была у меня вот такая сковородка. И я, честно говоря, удивляюсь, откуда же появляется вот этот нагар при условии, что постоянно все чистится, убирается и моется. Попробовала нанести этот спрей на сковородку и оставить на 20 минут. Что же хочу сказать в итоге. В итоге полностью этот нагар удалить не удалось. Но вот что-то, какой-то верхний слой все-таки ушел. Все-таки этот спрей помог убрать, потому что и пена становилась коричневее. Да и так визуально вижу, что чуть-чуть стало поменьше. Но все равно не 100% очищение. Посмотрим, может нужно провести еще несколько таких процедур. Но об этом я вам расскажу позднее. Но пока я не в восторге от этого средства. Друзья, ну что, осталась еще одна покупка, которая, честно говоря, была разочарована. Это вот такой набор для заваривания кофе. Стоила эта коробочка 55 рублей. И тут было 3 пакетика для порционного заваривания кофе. И это способ заваривания кофе, как вот в супермодных кофейнях, чтобы получить натуральный вкус, натуральный кофе, насыщенный. Но заваривать его нужно вот в таких картонных коробочках с фильтром, именно в чашке. По поводу кофе самого у меня претензий нет. Кофе получился очень насыщенный. Он натуральный. Вот все, как я люблю, очень ароматный. Но в чем недостаток этих крокатиц, по-моему, их так хочется назвать? Ты ставишь их на чашку, заливаешь водой. И ты не можешь сразу налить тот объем воды, предназначенный для объема чашки. То есть тебе приходится постоянно доливать, ждать, пока вода пройдет сквозь слой кофе, профильтруется, прокапывает в чашку. Да, выглядит интересно, но вот это постоянное доливание занимает очень много времени. На поиграться, да, на постоянно вот таким способом заваривать кофе я точно не хочу, несмотря на то, что по вкусу кофе мне понравился. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, покупали ли вы что-то подобное вот в таких упаковочках, понравился вам этот процесс заваривания или нет. Я вот больше точно покупать не буду, но слишком долго время все-таки нужно экономить. Ну что, друзья, вот и подошло к концу это видео. Надеюсь, что оно было для вас полезным. Конечно, как вы видите, я не купила каких-то супер новинок, супер каких-то товаров, там гирлянды, украшения или новинок декоративных штучек, которые вы могли видеть в предыдущих видео. Это, скажем так, бытовые покупки, но молчать я про них тоже не могла, потому что это, да, товары Экспресса, про которые также хочется вам рассказывать. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Пойду, кстати, выпей кофейку, а то глаза закрываются. Я думаю, даже по моему внешнему виду видно, что глаза у меня куда-то не туда смотрят. Продолжение следует...